У нас седьмая лекция сегодня. Половина из вас уже написала контрольную работу. Насколько я понимаю, вторая половина напишет ее. Сегодня это полусеместровая контрольная работа. Вторая вам предстоит примерно на 14-й неделе. Это на седьмой, следующая на 14-й. Вот, а там уже и зачет недалеко. Сегодняшняя тема — рекурсия. Итак, рекурсия. Рекурсия — это очень интересная штука. Она русскому менталитету близка. Русские сказки пронизаны рекурсией. И на самом деле она забавляет не только русский разум, встречается много где еще. Но вот у нас это выражено в таких сказках, как, например, Репка. Давайте с вами рассмотрим сказку. Ладно, давайте на серединке. Сказка Репка. В чем состоит сказка Репка? Значит, там главный герой, собственно, Репка. А, не рекурсия, а Репка. Посадил дед Репку. Выросла Репка. Сладка, крепка, большая-пребольшая. Стал дед Репку, как известно, рвать. Тянет-потянет дед, вытянуть не может. Тянет-потянет дед, вытянуть не может. Что здесь уже есть из того, что нам знакомо? А именно, нам знаком, собственно, понятие вызова. В данном случае Репка вызывает деда и говорит ему, мне нужно сообщить усилие в 200 ньютонов. То есть, короче, у меня есть некий интерфейс взаимодействия, есть вызов под программы. Дед решает определенную задачу. Он как под программу поставлен решать эту задачу. Да? Дед не может выполнить поставленную задачу. Почему? Потому что у деда 100 ньютонов силы. И дед, чтобы выдать недостающие 100 ньютонов, что делает? Зовет под программу. Дед зовет бабку. И сообщает ей, соответственно, запрос, параметры запроса. Дай-ка мне бабка 100 ньютонов. Соответственно, позвал дед бабу. Значит, баба тянет-потянет, тянут-потянут, и вытянуть, как известно, не могут. А почему не могут? Потому что пока не хватает им силы. А, у бабы у нас 50 ньютонов. 50 ньютонов у бабы. Баба позвала бабка, как известно, внучку. Бабка зовет внучку и говорит ей, дай мне недостающие 50 ньютонов. Да, внучка у нас будет такая вот. Ой, что-то нос велик. Вот, внучка с косой будет у нас. Значит, и внучка выдает силу. Руки длинные. Внучке. Внучка выдает силу, соответственно, всего лишь 30 ньютонов. Послабее баба будет. 30 ньютонов. Соответственно, она не может выполнить поставленную задачу. И позвала внучка кого? Позвала внучка, соответственно, кого? Ставит задачу 20 ньютонов жучке. Жучка, конечно, собака сильная, но справиться не может. Она не может выдать 20 ньютонов, потому что у жучки только 10 ньютонов запаса силы. 10 ньютонов. Соответственно, ей остается еще 10 откуда-то взять. Позвала жучка. Кого? Под программу под названием кошка. И говорит ей, мне 10 ньютонов надо. Кошка тянет-потянет, вытянуть не может. Соответственно, свои 10 ньютонов выдать не может. А почему? А у кошки только 9 ньютонов есть в запасе. То есть задача оказалась слишком сложна, чтобы выполнить ее непосредственно. И кошка осуществляет ее декомпозицию на, собственно, свою часть. И часть делегирует к последнему герою, которого зовут мышка. Мышке дается задача выдать 1 ньютонов. И, о чудо, мышка никого не зовет. Мышка потому является главным героем этой сказки, что она никого не зовет. И, как известно, вытянули репку. То есть у нас происходит что? По сути, если рассматривать с точки зрения вызовов, у нас происходит погружение в call stack. То есть мы уходим вглубь. Причем вот эти все функции, они ждут, пока те не придут. То есть они не могут продолжить свою деятельность дальше. Они ждут результата, который будет получен. Собственно, усилия в нужное количество ньютонов. Соответственно, мышка здесь никого не зовет. Если бы мышка позвала, даже пусть на самую незначительную часть работы, но позвала бы дальше кузнечика, кузнечик, муху, муха, комара, комар, микроба, микроб, молекула, молекула, атом, атом, нуклон, нуклон, кварк, кварк к струну. Ну и там тоже есть некий крайний случай, на самом-то деле, конечно. Но бывает иногда ситуация, когда задача не меняет своего масштаба. То есть ошибочно построенная рекурсия, когда у нас подзадача не проще основной задачи. Очень важен вот этот процесс. То есть в процессе углубления вглубь рекурсии у нас подзадача проще, чем задача. Это очень важно. Подзадача проще задачи. Понятно? То есть каждый раз, когда мы рассматриваем очередную подзадачу как задачу, то она может позвать, соответственно, другую функцию на решение подзадачи, но эта подзадача должна быть проще. В каком смысле проще? В том смысле, что она ближе к вот этому вот так называемому крайнему случаю. Мышка является крайним случаем. Не в смысле ее обычно не зовут, а в смысле как раз она с краю, последний случай, конечный. Но на самом деле есть такая штука, как динамическое программирование. Там крайний случай будет с другого края. Поэтому я буду называть именно крайний случай. А это рекуррентный случай. То есть любой другой, ну, например, внучка или бабка, это все рекуррентные случаи рекурсии. Пока что все понятно. Но только здесь пока, как сказать, герои выглядят по-разному. А давайте рассмотрим другой русский народный промысел. Называется, собственно, матрешка. Изготовление матрешки. Давайте, пока тексты исходные не пошли, я тут же продолжу. Как изготавливается матрешка? Мастеру ставят задачу. Говорят ему, изготовь матрешку. Но я матрешек не умею рисовать. Ему ставят задачу. То есть я вот так вот поставлю задачу извне. Говорят, сделай мне матрешку с уровнем вложенности 5. То есть чтобы всего было 5 матрешек. Что делает мастер? Он для того, чтобы изготовить матрешку, что требуется? Изготовить верхнюю часть матрешки. Ну у меня киндеры такие будут. Изготовить нижнюю часть матрешки. И положить туда готовую матрешку уровня вложенности 4. В которой, собственно, 4 матрешки. Но он ее, собственно, сам изготавливать не будет. Он делегирует эту задачу другу. Он говорит, друг, я тебе ставлю задачу. n равно 4. Сделай мне матрешку с n равным 4. И ожидает от друга, ожидает от друга, собственно, матрешки с вложенностью 4. Но друг, оказывается, делает то же самое. То есть ему логика точно такая же. Он изготавливает верхнюю половину матрешки, изготавливает нижнюю половину матрешки. И, собственно, зовет своего друга следующего. Говорит ему, мне нужен уровень вложенности матрешки 3. Тот поступает точно так же. Он, соответственно, делает верхнюю, нижнюю, а серединку делегирует. И говорит, n равно 2. Следующий товарищ у нас то же самое делает. Он делает верхнюю, нижнюю и просит своего друга. То есть он ставит задачу или зовет под программу и говорит, а мне нужна матрешка с уровнем 1. И опять, о чудо, задача упростилась настолько, что мы можем ее выполнить непосредственно. Вот эта матрешечка, она особенная, так же, как и мышка. Она делается неразделяемой. Она цельная, цельно летая матрешечка. Понятно? А потом происходит обратный ход рекурсии, или, короче говоря, происходят возвраты. То есть он передал. И у этого мастера, который делал матрешку размера 2, количество 2, у него на самом деле есть еще работа. Он не закончил свою деятельность. Ему надо сомкнуть, синтегрировать свой результат с тем, что он получил от этого. Понятно? То есть на самом деле внутри вот этой функции есть остаточные действия. Некоторые. У меня это будет заключаться в том, что я верхнюю половину потом вставляю эту, а потом нижнюю подстыковываю. Вот так мы это сделаем. Понятно? Соответственно, обратный ход рекурсии пошел дальше. Мы возвращаем сюда, соответственно, и нижнюю подстыковываем. Ясно? Это возвращается. То есть у меня происходит что? Что все предыдущие вызовы функции, а это на самом деле работал один и тот же мастер. Это все работал один и тот же мастер на самом деле. Он просто эти задания себе в стэк как бы откладывал. Говорит, я отложу пока все предыдущее. То есть он сам себе ставит эту задачу. Короче, функция не обязательно должна иметь разные имена. Можно изнутри функции позвать функцию. То есть вот такая ситуация, когда у меня есть некоторая функция f. Ну я вот абстрактно сейчас практически напишу. Совсем абстрактно. Потому что следующий пример будет уже конкретный. Def f. И внутри нее я могу позвать функцию f. Вот так вот. Это допустимо. Правда, именно вот такая ситуация, что у меня функция решает задачу. Она, правда, сейчас ничего не делает. Кроме того, что зовет. Да, это дед позвал деда, дед позвал деда, дед позвал деда, дед позвал деда. Чем закончится? Как вы считаете? А? Переполнением стэка вызовов. Вот этот вот стэк вызовов, который, это можно еще отобразить как бы на графе взаимодействия функций, тем, что функция зовет сама из себя. Как змея сама себя кусает за хвост. Так вот, кусать-то она кусать может, но не бесконечно долго. То есть мы как бы вызываем из функции саму эту функцию. Но это нельзя делать вот так. Вот это, это плохой вариант рекурсии. Никакой. Понятно? У рекурсии обязательно должен быть а. рекуррентный случай, б. крайний случай. Понятно? Это очень важно понимать. Значит, еще раз. Первое. Когда мы придумываем рекурсию, мы должны вначале придумать, собственно, рекуррентный случай. То есть, или, короче говоря, а как вообще мы будем решать нашу задачу, уменьшая ее сложность через создание под задачей меньшего масштаба. Да? То есть, рекуррентный случай. Ну, или, короче, способ его обработки. Да? И второе. Обязательно мы должны подумать, а каков крайний случай? Или конечный? Если мы не решим вот эти два вопроса, то рекурсию писать нельзя. Нельзя. Это закончится именно вот такой вот ситуацией, непредсказуемого углубления, когда дед зовет деда, и никогда это дело не заканчивается. Или именно как вот мышка позвала антимышку, антимышка двух антимышек. Ну, условно. То есть, она может на самом деле даже пойти в отрицательный там и в бесконечность. Все равно будет у вас превышение объема стека вызовов, и никогда это дело корректно не отработает. Еще. Надо понимать, что рекурсия бывает не всегда нужна. Не всегда она бывает нужна. Например, если у вас характер самой задачи состоит в том, что вам нужно, ну, представьте себе, как станок, который резьбу какую-нибудь режет. Ну, ладно, резьбу там просто непрерывным сдвигом, но он насечки какие-нибудь делает. И вот резец подходит, отходит, подходит, отходит, подходит, отходит, отходит. То есть, здесь циклический характер деятельности. В том смысле, что мы делаем, повторяем, повторить n раз. Может быть, там разный набор этих, как сказать, рисунок там растет. Но не суть важна. Это все равно циклический характер деятельности. Здесь нет задачи, которую мы решаем через подзадачу. Хотя, в принципе, и тут можно выпендриться и свести цикл к рекурсии. Есть такие языки программирования, в которых вообще нету циклов. Ну, и переменных там тоже нет. В них циклы создаются при помощи рекурсии. Ну, функциональные, чистые функциональные, типа Хаскеля. А с другой стороны, мы всегда можем организовать, если язык совсем не поддерживает вызов функции, ну, типа, даже ассемблер поддерживает, на самом деле, вызов функции. Ну, если вот себе представить, мы всегда можем реализовать рекурсию через цикл. Рекуррентный алгоритм можно сделать циклами. Всегда. С приседаниями, с отдельным стеком. Ну, можно. Понятно? Они, в принципе, взаимозаменяемы. Но удобнее мыслить, часто удобнее мыслить рекурсией. Я сейчас вам буду это показывать. Давайте реализуем матрешку. Итак, def матрешка. Матрешка. Я так и назову. Значит, у меня сейчас будет главный параметр ее, это n. Количество матрешек, которых надо напечатать. Так вот, смотрите, вот сейчас у меня мастер, ну, у меня функция, которая делает матрешку, да, как бы условно распечатывает. Так вот, у меня вот этот мастер, которого позвали, которого зовут матрешка, он должен что сделать сейчас? В первую очередь он должен проверить, не является ли случай крайним. То есть мне нужно, то, что у меня там на доске написано, да, первый и второй случай, мне нужно обязательно разделить. Причем, по-хорошему, даже надо было бы первым написать именно крайний случай. То есть не забыть мышку в сказке, понимаете? Вот мы для этого и сделаем в первую очередь. Первым делом я спрошу, если n равно одному, да, в этом случае что я сделаю? Я, собственно, напишу матрешечка, матрешечка, да, то есть последняя самая, вот самая малюська, да, а иначе, 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 я как раз буду делать следующее. Я вначале делаю верх матрешки, n равно, и напишу, чему равно, собственно, n, ну, чтобы я знал, что это за матрешка, с каким номером она идет. Потом я что делаю? Я точно знаю, за счет того, что я сейчас в else, я точно знаю, что эта матрешка не последняя, не последняя. Что я сделаю сейчас? Я здесь зову своего товарища, матрешка, которому передаю свое количество матрешек, которое нужно было сделать, да, вот, точнее, матрешку вложенности нужной, да, но меньше на единичку. Говорит, твоя задача чуть-чуть проще, на один меньше, да, а затем пишу, собственно, низ матрешки, то есть я его снизу как бы подстыковал. Низ матрешки, значит, с n равным, ну, и опять напишем, какой именно низ матрешки мы сейчас делаем, ну, чтобы мы эти низы отличали друг от друга, да, ну, на этом, собственно, в принципе, как это ни странно, значит, это у нас матрешка готова. Давайте запустим. Сейчас я, наверное, перезапущу. Немножко. Yes, I want to kill it. Значит, я вызываю функцию матрешка с уровнем вложенности 5, как на доске. И мы можем обратить свое внимание на то, как это теперь тут выглядит, да, смотрите, вначале работает тот мастер, который делает матрешку с уровнем вложенности 5, да, затем тот, который с уровнем 4, потом тот, который 3, а пятый в это время сидит, четвертый чуть-чуть поработал и опять спит, ждет, пока третий его разбудит, пока он сделает свою матрешку. И обратите внимание, что все эти мастера помнят свои n, то есть, когда мы идем в обратный ход рекурсии, они свое значение n помнят. Это что значит? Что у нас у каждого вызова одной и той же функции свой набор имен. Обратите внимание, не обязательно свой набор объектов, но у вызова функции свое пространство имен. Если я буду передавать по ссылке какой-то объект, то в принципе может такая возникнуть ситуация, что все эти имена, они указывают на один и тот же объект. Понятно? Но имена разные. И они могут указывать на разные. В данном случае, когда функция вызывается, у нее создается имя n, указывающее на объект, который ей передан. А каждый раз она передает не свой объект, а другой. Она генерирует объект на единичку меньше, число, да, и передает. И получается, что в каждом вызове функций можно как бы сказать слово instance. То есть в каждом как бы instance этой функции, в каждом воплощении ее. Вот вызвали, функция некоторое время существует, функция в смысле ее вызов. Есть функция как голый сырой текст, а есть функция вызванная на выполнение. Как вычислительный процесс отличается от исполняемого файла. Понимаете? Есть файл exe, exe-шник. И файл exe-шник, он мертвым грузом лежит на диске. Вот функция, которую я написал, def, матрешка, она есть, она лежит себе мертвым грузом. В принципе, я могу к этому объекту матрешка, который вот как exe-шник валяется себе, да, я могу ее распечатать, саму функцию матрешка. Что он скажет? Function матрешка. Он не умеет распечатывать прям функцию, да. Говорит, ну такой вот объект, function матрешка, он находится там в памяти 0x032 и там адрес. Понятно? Еще раз, функция может быть мертвой, то есть вот она, вот есть функция. А есть вызов функции. Это вычислительный процесс, который запущен. Вот точно так же, как я могу запустить много, не знаю, там notepad exe какой-нибудь, да. Вот я могу его взять и вызвать 10 раз. У меня будет 10 открытых вычислительных процессов, запущенных из одного exe-шника. Вот точно так же вызов функции, который живет, вот ее запущенное состояние, оно поддерживает свой набор имен, которые указывают на объекты. И пока эти имена существуют, это объекты, сборщик мусора не съест, они существуют. Понятно? В момент, когда функция делает return или достигает просто своего логического конца, если у нее нет return, вот этот вызов функции и все имена этой функции перестают существовать. Понятно? То есть у меня получается, что вот эти вот мастера, давайте сюда вернемся ненадолго, так вот, вот эти мастера, они у меня существуют только во время того, когда их вызвали. То есть вызвали, у меня создается новый как бы вызов функции, создается, собственно, новая n, которая начинает указывать на объект 5 девушки. Он осуществляет какую-то деятельность, принтует там это n, им пишет верх матрешки, вызывает процесс понятия. Нет никакого отторжения. Давайте еще одну вещь сделаем. Давайте еще одну вещь сделаем. Возможно, вы видели когда-нибудь такие картины, вот такие вот картины, в которых в картинке есть картинка. Вот я сейчас сделаю так. Представьте себе, у меня есть квадрат. У меня на доске не очень похоже на квадрат, правда. У меня есть квадрат. И я хочу взять, разрезать вот этот вот отрезок, вот этот вот отрезок, на кусочек какой-то. У меня есть условно некий вектор, вот я сейчас вектора тут поставлю. Так вот, я хочу этот вектор взять и отрезать, соответственно, кусочек и найти точку, которая... Давайте я назову эти точки А, Б, С, Д. Так вот, вы найдете вот такую точку, которая... Это у меня будет, соответственно, кусочек, да, это некий вектор. Ну, давайте назовем эту точку А1. Это точка А1. Лежит вот здесь вот. Так вот, АА1 относится к А, Б, как некоторая альфа. Да? Ну, или можно так сказать, АА1 равно... АА1 равно, соответственно, альфа, умноженная на А, Б, векторно. Ну, или, короче, она делит этот вот отрезок, но не напополам. На какую-нибудь там четверть. Давайте сейчас четверть условно откладывай, да, там альфа равно там 0,2, 0,25. Вот я сейчас попробую на четверть пооткладывать и покажу. Вот я нахожу, соответственно, такие точки, да, А1, Б1, С1 и Д1. И говорю, моя задача нарисовать квадрат с вложенной картинкой, точно таким же квадратом внутри. Что получится? А это точно такой же квадрат, не просто квадрат, а тоже является таким же квадратом. Соответственно, чтобы ему нарисовать, я должен тоже отпилить здесь по 0,4 и вызвать функцию рисования подобного квадрата. Та функция зовет в свою очередь. Получается вот такая вот забавная штучка, которую, возможно, вы когда-нибудь видели на картинках. Вот такое вот фракталоподобное нечто. Ясно? Ну и это дело будет продолжаться до условной бесконечности. Вопрос, как это сделать небесконечно. То есть, чтобы реально не произошло опять там до уровня микроба. Нам придется добавить один параметр, который будет определять глубину рекурсии. Глубина рекурсии – это термин, который нас касается. Глубина рекурсии. То есть, вы видите, что здесь мы как бы заныриваем количеством вот этих вызовов достаточно глубоко, а потом должны оттуда вернуться с результатом, с интегрированным и полученным. Так вот, глубина рекурсии – есть количество вот этих вот вызовов, самовызовов функции, то есть, включая первый вызов, который извне произошел. Понятно? То есть, глубина увеличивается постепенно. На самом деле, мы можем эту глубину посчитать и увидеть, собственно, ту часть кода, которая выполняется до погружения, и ту часть кода, которая выполняется по восстановлению, когда просыпаемся при выходе. Но давайте сейчас реализуем вначале вот эту красоту. Ее реализовать будет достаточно просто при помощи GraphicsPy. Сейчас посмотрим. Мне понадобится только рисование прямоугольника, значит, и я создам функцию, которая будет называться def, собственно, rectangle. А, прошу прощения, ну, хорошо бы его назвать как-нибудь по-другому. Давайте. Рекурсив, ректангл. Или лучше даже так, фрактал, фрактал, ректангл. Тогда уж с маленькой буквы, потому что функции принято писать с маленькой буквы. Очень хорошо. Значит, мне что понадобится для того, чтобы его рисовать? Ах ты ж, я, что-то я забылся, ведь прямоугольник-ректангл, он по двум точкам рисуется. Я боюсь, что я могу сейчас не это. Тогда мне его линиями надо рисовать. Line. Ну, так, в любом случае, ничего, линиями нарисуем. Фрактал, ректангл. Значит, там будет 4 линии тогда. Ок, сейчас мы это дело используем. Значит, что я должен сделать? В первую очередь я должен получить точки, от которых я буду строиться, то есть между которыми я линии провожу. А, Б, С, Д. Сейчас у меня А, Б, С, Д будут кортежами, то есть они будут именно этими горпоинтами, то есть они будут содержать в себе координатки. Ну, или я могу по-другому, я сейчас покажу другой метод. Пусть они будут у меня просто два числа в кортеже. Два числа в кортеже. Парочки чисел. И мне нужно будет что? Соответственно, глубина, то есть количество. Макс дип. Ну, или давайте просто назовем дип, да, требуемая глубина. И я напишу у этого параметра значение по умолчанию. Я вам показывал про значение по умолчанию, помните? То есть сколько, какая глубина по умолчанию. Ну, давайте, допустим, сделаем по умолчанию 10. Хорошо? Понятно? Итак, поехали. Что я делаю? Первую очередь я определяю, если у меня глубина оказывается меньше, чем 1. Ну, что значит? То есть 0. Осталось нарисовать 0 прямоугольников. То это значит, что мне просто ничего не надо делать. То я что делаю? Я просто выхожу из функции. И из-за того, что я сделал return, мне не нужно писать else. Мне не нужно писать else, потому что я и так уже, вот если я вот здесь вот оказался, в принципе, то я уже, собственно, в ветке иначе. Уже не случился return. Итак, все. Это мы поставили крайний случай. Он в данном случае оказался очень простой. Последняя мышка, она ничего не делает и никого не зовет. Ну и слава богу. Итак, что я тут буду делать? Я сейчас создам... Ух ты ж, я потерял line. Хорошо, ничего страшного. Значит, я создаю объект и тут же его буду сейчас выводить. Мне нужно сейчас будет вывернуть из кортежа два значения. Вместо двух чисел вывернуть два значения. Я это сделал очень просто. Я возьму вот так вот, звездочка А напишу. Я мог бы написать вот здесь вот А0, а потом запятая А1. Да, но кортеж, он почти как список, только неизменяемый. В А содержится два значения. Х и У. Но только они не именованы. Там просто два числа подряд. Я их воспринимать буду. Первое это Х, а второе это У. Но я вместо того, чтобы вот так брать, я могу воспользоваться такой операцией, как развертывание итерируемого объекта, в частности кортежа, взял его и развернул в параметры функции. У меня функция в point, который создает точку, он у меня как раз ждет два параметра. В кортеже ровно два параметра. Поняли, что такое звездочка А? Еще раз. Представьте себе, что у меня функция потребляет пять параметров. А у меня есть пять параметров, сохраненные в списке или кортеже, заготовленные. И мне их надо туда подставить. Я могу, конечно, это сделать нулевой, запятая первый, запятая второй, запятая третий, запятая четвертый. Все пять вот так вот перечислить через запятую. Но это долго, даже с двумя параметрами это неудобно. А в питоне есть такой синтаксический сахар. То есть такая возможность красивого, быстрого, эффективного решения, которое делает абсолютно то же самое, ничего нового. Разворачивание в параметры функции какого-то списка или кортежа. Понятно? То есть я просто их беру и по сути как будто их через запятую все тут написал туда. Ну, соответственно, я вот так вот сейчас буду говорить. Создать линию из точки А в точку Б, развернуть их параметры. А дальше я еще хитрее сделаю. Я прям сразу скажу ей нарисоваться на окне. Draw на window. То есть я даже сохранять не буду этот объект. Я не уверен, правда, может быть он грохнется. Но я подозреваю, точнее не подозреваю, а практически уверен. Дело в том, что объекты, в данном случае мне не нужно запоминать его имя, потому что он будет запомнен внутри библиотеки GraphicsPy, которая пользуется ткентером. В общем, не переживайте, линия выживет, несмотря на то, что я не сохраняю имени линии. Мне просто не хочется сейчас лишние эти творить. Я просто напишу, что, соответственно, прямоугольник рисуется откуда. А, Б, Б, С, С, Д, соответственно. А, хотите еще кое-что покажу? А? Сейчас я покажу еще кое-что интересное. Д и А. Смотрите. У меня возникла такая ситуация. У меня четыре вот таких вот нудных вызова. Достаточно нудных, одинаковых, абсолютно одинаковых. Нельзя ли сделать цикл? Вот сейчас вы будете радоваться. Слушайте, смотрите. А давайте сделаем. Я назову сейчас, то есть мне нужно перебрать пары точек. Правда? И сделать эту операцию попарно с разными. Давайте назовем первую точку. Х, у нельзя, чтобы с координатами не путать. Давайте m и n. То есть я буду для каждой вот этой штуки считать. И говорю, точка m и точка n, соответственно. Голова не поехала, пока все понятно, да? Я хочу это дело выполнять в цикле. For. Но мне надо перебирать, чтобы m и n перебирали значения пар. А теперь смотрите, как это делается. Очень элегантно. Для m, n. m, v, а дальше я пишу список кортежей, в которых у меня я перебираю. a, b, b, c, c, d, да? И d, a. a, нравится? Красота. То есть я могу временные переменные mn. mn это временные имена, они у меня только на время цикла. Просто, чтобы они вот перебирали вот те вот имена. То есть я на самом деле на первой итерации m это будет ссылкой на a, 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 n с ссылкой на b. И у меня цикл for сразу для двух имен. Понятно? Нет больших проблем с этим. Это понятно, что так вот, что это значит? Можно двумя переменными бежать сразу по списку, состоящему из кортежей. Это бывает очень удобно. То есть я мог бы сделать, если бы у меня был, например, список точек, там, a, b, c, d. Сейчас у меня список пар точек возникает, да? Я, в принципе, имею право оформить это в квадратные скобки, вот так вот, ну, чтобы был прям список. Ну, не обязательно. Можно не писать. Короче, ну, я, чтобы вот не четыре, а две строки еще и научить вас новому. Это дело показываю. А теперь дальше. Сделали линии, а вот теперь геометрии чуть-чуть. Мне же нужно рассчитать новые точки, да? Что случилось? Простите. Сейчас все восстановится. Мне нужно рассчитать новые точки, соответственно, да? Как я их буду считать? Сейчас, одну секундочку. Как мне это удобно сделать? Мне нужно сделать, опять же, для вот этих вот промежутков. Мне надо их вычислить. Но я могу, на самом деле, мне все равно нужно будет во фрактал ректангла это передавать. То есть после этого дела я нарисовал внешний квадрат и должен вызвать фрактал ректангл от, соответственно, А1, В1, С1 и Д1. Да, а глубину, я говорю ему, моя глубина, но на единичку меньше. Дип минус 1. Остается теперь только рассчитать эти точки. А1, В1, С1, Д1. А1, она будет откуда браться? А1 будет возникать из А, сейчас, одну секундочку, А, запятая А нулевой. Сейчас, как у нас в векторной геометрии? У нас эта точка находится на расстоянии, соответственно, у меня есть некоторая альфа, да, некоторая альфа. А это, соответственно, у нас 1 минус альфа. Правильно? Соответственно, А1, Х, давайте уж добьем. А1, Х, что это такое? Это будет у меня 1 минус альфа, умноженное на А, Х, плюс альфа, умноженное на Б, Х. Понятно почему? То есть у меня доля координаты точки А будет больше, чем доля координаты точки Б. А пропорция вот такая. Ясно? То же самое у меня будет для Б1, Х, да, для С1, Х, только там будет у нас, соответственно, другие уже, там, Б, С, С, Д и ДА. Таким образом, А1 у меня представляет из себя кортежек из А, нулевое, это как раз Х, умноженное на некоторое альфа. Альфа это у меня будет глобальная константа. 0,2, 1,5 умножить на 1 минус альфа, на 1 минус альфа, так, значит, это координата Х, плюс Б нулевое, умноженное на альфа. Это координата Х у меня закончилось. То есть вот это, это расчет координаты Х. Координата У отличаться не будет, кроме того, что у нас, то есть ее расчет абсолютно такой же, только там для единички. Ну, простите, получается, что тут возни, я говорю, зря связался, потому что много возни геометрической получается. Значит, у меня Б, соответственно, С, Б, С. Так, дальше что у нас? Ну, я еще раз скопирую. С, Д, 1. Значит, у меня здесь А, Б, С, Д. Так, здесь С, Д, А. Здесь у нас А, Б, С, Д. А, Б, С, Д, А. Так, ну вот, я придумал, то есть посчитал геометрические эти точки, передал их в рекуррентный вызов, да, то есть в вызов внутри этой функции как бы собой себя, создание нового вызова этой же самой функции. И давайте попробуем посмотреть, получится что-нибудь или нет. Ой, что-то размер маловато вообще. И самое главное, что я там не то делаю вообще, я не вызываю эту функцию. Давайте ее вызовем. То есть я с самого начала это не вызвал. Итак, вызываю, собственно, фрактал-ректангл. Значит, и даю ему, какие точки я ему дам для начала. Я ему дам следующие точки. Ну, например, 100 пикселов, запятая 100. Так, следующий будет на уровне 100 по у и 4, сколько там? Давайте, 500 по х, 500 по х, 100 по у. Это вторая точка. Дальше третья точка. Это 500-500. 500-500 и, соответственно, 100-500. Самая лучшая точка получилась. И стандартная дип будет 10. Я ее сейчас не буду прописывать, можно будет ее поправить потом. Все? Поехали, смотрим. А? Окно маловато. Сейчас мы его... Опа! Не то закрыл. Не то закрыл. Сейчас, секундочку. Лекция 7. Графтест. Окно. Ну, давайте, нет, там больше лучше. 600 на 600. Поехали. Красота. Ну, и я могу сейчас отрегулировать вот это дело теперь при помощи параметров альфа и глубины рекурсии. Я могу вот здесь вот побаловаться с альфа, например, 0,1 поставить сюда. А уровень рекурсии, ну, сейчас он идет по умолчанию 10, но я могу поставить не по умолчанию, какой-нибудь там, не знаю, например, 100. Это вполне допустимо. Да, он получится у меня... Эй! Да, случайно. Это контрлестер. Ну, что, стоило того? Это простая геометрия векторная. Вот, ну, вот можно с этими, с такими вещами можно баловаться, рисовать всякие деревья, в которых будут там папоротники, всякие фрактальные структуры. На это будет, кстати, лабораторная работа практическая, дождетесь ее. Давайте теперь вернемся от всякой графики и красоты. От всякой графики и красоты вернемся к более математическим примерам. Есть классические примеры, на которых показывают, что такое рекурсия. Это факториал и числа Фибоначчи. Вот поехали. Давайте с вами рассмотрим факториал. Мне очень важно будет сейчас ход рассуждений. Научить вас думать о рекурсе, чтобы вы сами могли породить, а не просто заучивать. С чего мы должны начать? Рекуррентный и крайний случай. Крайний случай, в первую очередь. Но все-таки крайний случай подразумевает рекуррентность. Они завязаны друг на друга. Завязаны друг на друга. Смотрите. Вот, например, я пишу n факториал. Вначале я рассматриваю проблему математически. До того, как сформулировать ее ближе к программированию. Я говорю, на чем я могу опереться? Я, конечно, могу и циклически его посчитать. И вообще, на самом деле, для фрактала не нужна никакая рекурсия. Проще и правильнее его считать циклом. Это просто пример, чтобы показать, как можно. Но на самом деле, конечно, так никогда не делайте. Так вот, я могу опереться на то, что n факториал равно n минус 1 факториал, умноженное на n. То есть это очень похоже будет на сотворение матрешки. То есть мастер зовет подмастерье, которое умеет посчитать n минус 1 факториал, а это проще, и берет и домножает результат на n. Все. Так, теперь ближе к программистскому выражению этого дела. Это я пока просто придумал по математике, с чем я буду пользоваться. Теперь сформулируем это, ну, как вот такой вот системкой. Что я скажу? Я, во-первых, должен буду факториал обозвать какой-то функцией. Ну, давайте я сейчас напишу просто f для краткости записи. f от n. То есть сама форма записи, она другая. Не математический значок там. Да, вот f от n, как вызов. Так вот, чему равно f от n? Оно либо равно, соответственно, единице, если n меньше, либо равно единице. Вот мы обсудили с вами крайний случай. Факториал. Факториал нуля единицы равен единице. На самом деле это не совсем корректно. Факториал для отрицательных чисел можно ввести в математике. Но я его не буду сейчас считать. Поэтому на самом деле для отрицательных чисел по-хорошему, если уж идти от принципа testing drive development и начать продумывать о том, что эта функция должна вернуть, то по-хорошему мы тут должны написать, что, например, для отрицательных чисел она возвращает none или вызывает ошибку вообще. Она проверяет, что ей дают только неотрицательное число. Ясно? Ну, либо уж мы должны как-то обдумывать, что именно мы будем возвращать. Но я сейчас буду для простоты считать, что единица для нуля, для единицы, а для отрицательных даже... Я assert вставлю. Я вставлю assert, утверждение о том, что... Короче, я буду проверять при входе, что мне дали число неотрицательное. А если нет, тогда что? Тогда f от n умноженное на n. Для n, соответственно, больше единиц. Ну, собственно, теперь можно начинать программировать. Вы позвольте мне, пожалуйста, код маленький, коротенький. Я буду писать эти маленькие коды на доске. Вам не представить сложности их запустить себе. Поехали. Значит, реализация. Реализация выглядит следующим образом. def, f, соответственно, от n. На самом деле я могу здесь подчеркнуть, что это n подразумевается как целое число. Вы знаете, что эти штучки писать не обязательно. В питоне типизация не обязательно. Это делать добровольно и такое. Исключительно для красоты и определенности, чтобы человек понимал, как некий комментарий. И что я делаю? В первую очередь я... Вы понимаете, да, ход мысли? То есть от математики, вот большая формализация, и вот оно программирование. Что я делаю? Я пишу, если n меньше, либо равно 1, 2 и то... А, я обещал эсерд. Обещал эсерд, напишу эсерд. Короче, вот смотрите, эту функцию нехорошо будет вызывать с отрицательными числами. Знаете, кстати, почему? Не, ну в данном случае, если я оставлю вот это условие, то да. Но вообще такая ситуация, она может привести к плохим последствиям. Если я буду не меньше, либо равно, а скажу по-честному, правильно говорю, n равно 1, n равно 0. То есть я беру для двух конкретных чисел, задам. На самом деле, кстати, n равно 1 не обязательно описывать. Я имею право взять его так вот расписать. Просто n равно 0. Ну, правда, лишний вызов. То есть для того, чтобы посчитать факториал единицы, я должен факториал 0 умножить на 1. Ну, чисто математически, почему бы и нет? Я не буду сейчас считать, что это сильно усложняет суть дела, а общность увеличивается. Так вот, если я сделаю вот так, то для отрицательных чисел, при вызове для отрицательного числа, у меня как раз будет углубление в бесконечную рекурсию. То есть для того, чтобы посчитать факториал от минус единицы, я буду звать факториал от минус 2, для минус 2 звать факториал от минус 3 и до бесконечности в минус. То есть там до крайнего случая я не добегу. Понятно? Ну, чтобы вы понимали, что могут быть и тогда исключительные ситуации, когда вроде бы работает все нормально, а в некотором случае мы неправильно сводим задачу к подзадачу. Понимаете? Для отрицательных чисел факториал считается по-другому. Я сейчас не помню, как он там считается, там знак минус как-то пляшет. Не суть важна. Важно сейчас что? Что я хочу сейчас отсечь отрицательные, запретить их. То есть я уверен, что эту функцию позвали assert, то есть assert, assertion, утверждение. Я утверждаю, что n больше либо равно нуля, а если нет, то здесь запятая и в кавычках напишу именно вот так, никаких скобок. Assert — это оператор. Оператор проверки. И он является, собственно, генерирует ошибку. Если вдруг вызовут эту функцию с неправильным параметром, он вызовет ошибку. Итак, я что напишу? Значит, n должно быть больше либо равно нуля. То есть факториал отрицательных не определен у нас. Факториал отрицательного не определен. Не пробел определен. Кавычка закрывается. Понятно? Ладно, обещал, написал. А тут это не обязательно было, в принципе, но хороший тон. Короче, я говорю, если у меня n равно равно нулю, то, что я говорю? Тогда, как мышка, я сразу знаю ответ. Return 1. И никого не зову для того, чтобы вычислить этот ответ. Обратите внимание еще раз, что вот здесь уже else. То есть если я здесь оказался, то уже это ложно. Иначе бы я уже вышел. Именно из-за того, что я return выходящий из функции. Поэтому я else писать не буду. Я здесь напишу, что return f от n минус 1 умноженное на n. Вам может сейчас показаться, что здесь нет такого понятия, как прямой ход рекурсии, обратный ход рекурсии. Ну или скажем так, что он делает на обратном пути рекурсии домножение на n. Что я имею в виду на обратном пути? То есть после того, как вернется факториал предыдущего числа. Да? Однако здесь есть действия, которые выполняются до того, как он отправляется вглубь. А именно, нам же надо посчитать n минус 1. Когда это происходит? Уже после погружения очередного? Нет, конечно же, до. И это делает как бы более высокий уровень рекурсии. То есть на более высоком уровне что я делаю? В первую очередь, ну, assert проверяю. Потом проверяю, крайний ли я случай. Если я крайний, то выхожу. Если не крайний, то я вычисляю параметр для следующего факториала. Это маленькое арифметическое действие. Но я его делаю, тем не менее, на прямом ходу рекурсии. Понятно? Потом я, собственно, ухожу вглубь. А по возврату из глубины я еще немножко доделываю работу. То, что мне вернул подмастерье. Домножаю на n и возвращаю результат обратно. Понятно? Еще раз, давайте вернемся к матрешкам. У нас есть прямой ход рекурсии. Когда прямой ход рекурсии, это как верх матрешки. То есть те действия, которые я выполняю до того, как передам управление. До того, как моя вот эта функция заснет, ожидая результат. Понятно? Это первая часть функции, прямой ход рекурсии. А когда результат вернется, я доделываю кое-что. Это действия, выполняемые на обратном ходу рекурсии. Из-за этого получается, что на прямом ходу рекурсии у нас вот эти инстансы функции, ее воплощение как бы. У нас 1, 2, 3, 4, 5, но в нашем случае, правда, мы n распечатывали. Не глубину, а n. А глубина-то как раз увеличивается. n у меня уменьшается, здесь с глубиной n уменьшается, как и у факториала. Глубина увеличивается. 1, 2, 3, 4, 5. А потом обратно. Глубина у нас уменьшается, а n увеличивается. То есть мы увидим, если мы будем принтовать, то мы увидим, собственно, вот этот процесс погружения и подъема обратно. Давайте еще напишем. Еще напишем. С факториалом есть вопросы? Следующая функция. Алгоритм Евклида. На английском алгоритм Евклида называется... Давайте я оставлю, чтобы не стирать вот это дело. А сотру как раз этот. Давайте вот это сотру. Тут почти бессмысленная вещь. Итак, алгоритм Евклида. Вы, наверное, знаете, в чем он состоит. Алгоритм Евклида. В чем он состоит? Ну, два числа, а и б. Я хочу узнать, ну, как две палки, два отрезка. Я хочу узнать, какой длины отрезок будет наибольшим кратным а и одновременно кратным б. То есть отрезочек, которым я могу измерить одновременно и а и б. Если мы считаем, что а и б целые числа, то задачка в этом смысле красивая и проста. Вот, наибольший общий делитель. Еще раз я нарисую здесь, ну, вот, некоторое наибольшее число целое, которое нацело ложится и сюда, и туда. Да, целое, ну, правда, я вижу сейчас, что можно было бы в три раза больше, но я чуть-чуть а увеличу, чтобы так не было. Понятно? И мне нужно найти вот этот самый Grand Common Divisor, ГЦД, Grand Common Divisor. Как я буду это делать? Значит, что у меня получается? Нод а и б. Это чистая сейчас пока что математика и рассуждение. Чему он равен? Евклид рассуждает так. Вот эта вот разность, да, это у нас что такое? Это а минус б. Ну, правда, я сейчас предполагаю, что а больше б, правда? Но он говорит, а минус б тоже делится на этот наибольший общий делитель. Ну, давайте я его буковкой д назову. Правда? Он на любой делитель делится, но в частности и на наибольший. Поэтому я могу взять и заменить число а числом поменьше. То есть я могу от а взять и отрезать кусочек равный б. А заменить на а минус б, правда? Если у меня вдруг получится наоборот, что б больше, чем а, то я от б откушу кусочек равный а. В какой-то момент у меня а и б окажутся равными друг другу, а значит, это и есть наибольший общий делитель. И мы его поймали. Понятно? Поскольку ни один делитель не потеряли и все время уменьшалось размер, то мы в конце концов достигнем наибольшего общего делителя. Я не буду сейчас доказывать строго смысл в том, что мне нужно откусывать то от одного, то от другого. Так вот, я говорю, нод а, запятая б равно наибольшему а. Прошу прощения. Давайте вначале чисто математическое, а потом уже формализуем с крайним случаем. Пока без крайнего случая. Так вот, оно равно наибольшему общему делителю от кого? а минус б, запятая б. Вот а минус б, запятая б. А теперь давайте более формально и с крайним случаем. ГЦД от а, запятая б. Я так сейчас назову эту функцию, и она уже в языке программирования так и будет фигурировать. ГЦД от а, запятая б чему равно? Оно, очевидно, будет равно, неважно, кстати, а или б, а, например, если а равно б, неважно сейчас а или б, еще раз, если они равны друг другу, то неважно одному из них. А если нет, то у меня тут возникает два рекуррентных случая. Просто потому, что у меня а и б, они могут быть одно больше другого, или это меньше другого. Значит, что у меня получается? Либо, ой, прошу прощения, не то пишу. ГЦД от а, минус б, запятая б, если а было больше б, либо оно равно ГЦД от а, запятая б, минус а, если б было больше, чем а. Это классический, простейший алгоритм. Ивклид, и сейчас мы его усовершенствуем. Значит, я вначале его реализую. Поехали. Его реализация будет, хотя он простейший в смысле логики, но реализация его относительно сложна. Я сейчас без всяких ассертов делаю. ГЦД а, запятая б. Я считаю, что они целые числа. Так вот, что я делаю? Если у меня а равно б, прошу прощения, а равно равно б, в этом случае ретерн а. Ну, я, поскольку тут все равно if сейчас написать, я для красоты напишу или, элив. Иначе, если, иначе, если а меньше b, то что? Тогда результатом является наибольший общий делитель от а. А, ой, прошу прощения, я первым выбрал случай, где а больше b. А минус b, запятая b. Значит, у меня здесь а больше b, проверяю. И иначе, то есть я сделал каскадную конструкцию if или if else. И понятно, что вот здесь в else, раз исключена ситуация равенства, исключена ситуация, что а больше b, значит, я здесь могу верить, что а меньше b строго, они точно уже не равны друг другу и точно меньше. Понятно? Я могу это, в принципе, вот таким вот комментариям написать, что в данном случае у нас а меньше b. чтобы, ну, как бы чётче это написать. Но этот комментарий исключительно для визуализации того, в чём я уверен. Иногда бывает такая вещь, называется призрак. Место, вы уверены, что к какому-то месту программы какое-то утверждение точно выполняется. В этом случае призрак требует либо комментирования, либо прям иссёршено. То есть когда я уверен, что должно быть вот так и по-другому быть не должно, то я свою уверенность выражаю либо комментарием, ещё раз, либо действующим проверяющим выражением, которое проверяет факт того, что действительно так и всё в порядке. Тогда программа становится как бы более качественной, самотестирующейся. Уважаемые студенты, откройте, пожалуйста, глазки. Иначе, return gcd от а, прошу прощения, а, запятая b минус а. Всё ясно? В школе вас учили это делать через, что? Ну, через циклы переменные. Обратите внимание, я здесь не сделал ни одного присваивания. Нет ни одного места, где бы переменные были. Это алгоритм Евклида для подходящей, для функциональных языков программирования, где, собственно, можно назначить имени, значения один единственный раз, и всё. То есть все значения, по сути, константы. То есть мы говорим, чему оно ровно, и больше менять нельзя. Понятно? В питоне хотя бы мы можем имя связать с новым объектом, поменять ссылку. Ладно, возвращаемся к... Оказывается, есть возможность улучшить его. Каким образом? А представьте себе, что у меня, например, b такое вот маленькое, а а большущая, 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 большущая. И мне надо вычитать из а, b много-много раз. Что я могу сделать? Я могу перейти к другой логике. Да, я могу сказать, так, подождите, нот а и b это а процент b, я под процент подразумеваю сейчас по модулю b, да, то есть остаток определения на. Понятно? Сразу остаток, сразу конечный. Подождите, а если оно, не дай бог, поделится нацело, это что значит, что тогда b и является наибольшим общим делителем? Он как раз поделил, правда? Больше, чем b делитель быть не может. Поэтому я сейчас сделаю поправку к крайнему случаю. И еще один важный момент. Дело в том, что вот этот результат, он точно меньше b. Остаток при делении на 10 меньше 10 всегда, например. Остаток при делении на любое число, он меньше самого числа. То есть получится, что я вызову эту функцию, тут у меня а было еще больше b, а тут получается, что у этого нода первое число будет уже меньше, чем b. Чтобы сейчас не начинать вот эти перетасовки, я их поменяю местами. То есть я сюда передам b, а сюда а процент b. Ведь мне же не важно, наибольший общий делитель от x и y равен наибольшему общему делителю от y и x, правда? Ну вот я их возьму и перетасую. То есть я все время буду знать, где больше, где меньше число. По умолчанию я буду считать, что первое число больше, а второе меньше. Почему в это можно искренне верить? Легко показать. Дело в том, что если вдруг у меня а окажется меньше, чем b, а b больше, чем а в первом вызове, то что произойдет? b не изменится, то есть у нас большее число встало на первую позицию, а а процент b, учитывая, что b больше, чем а, остаток при длине 4 на 10 равно 4. Ну так, для примера. 37 на 100. То есть число, короче говоря, а, будучи меньше, чем b, оно просто не изменится, но встанет на вторую позицию. Таким образом, у меня один единственный рекуррентный вызов потратится на то, чтобы поменять два числа местами. Меня это устроит. За один вызов они меняются местами, а потом уже пошло очень быстрое деление, пока взятие остатка, вот такое вот, пока я не достигаю ситуации, что у нас полностью поделилось нацело. Когда я зашел внутрь функции, и оказалось, что b равно нулю. Если оказалось, что b равно нулю, то и наибольший общий делитель равен а. Понятно? Это значит, что на предыдущей, но не итерации, правда, на предыдущем вызове, на более высоком уровне рекурсии, у меня как раз поделилось нацело все. Так, а здесь я убираю два подслучая, у меня остается один подслучий. Уже не важно, а больше b или нет. Я пишу gcd от b, запятая в а процент b. Ну и как только я уже на вот таком формальном уровне рассудил, я переписываю свой gcd и говорю, если у меня b равно нулю. В этом случае, что? Return, собственно, а. А иначе, в данном случае, согласитесь, никакого призрака не надо писать, потому что очевидно, равно нулю, значит, тут не равно. Да и там можно было, там коротенько, но я показываю, что вообще можно делать. Значит так, в этом случае я что делаю? Возвращаю gcd от b, запятая в а процент b. Вот так. Ну что, красота? Согласитесь. Правда же красота? А хотите я еще ее усовершенствовать? Я это стирать не буду, но ниже я напишу сейчас еще более просто написанную эту ситуацию. Смотрите. Наибольший общий делитель рекуррентный в две строки. gcd от а, запятая в а. Чему равен? Return. Ну как же, подождите. Как это сразу return? Сейчас что, у меня будет бесконечная рекурсия, что ли? Сейчас вы видите, смотрите. Возвращать а. Возвращать а. Если b равно нулю, у меня, простите, строчка короткая. Не так много символов, просто строчка короткая. Не могу. Поэтому я возьму в скобки, хотя у return в скобки брать не надо, но я перенесу просто. a, если b равно нулю, else gcd от b, запятая а, процент b. Скобка закрывается от gcd, и вторая скобка, которая просто из-за переноса строки у меня возникла. На самом деле это просто две строки. Условное выражение. Если условие else, то есть у меня, если условие окажется истинным, то вернет это, а иначе вот это. Обратите внимание, что у меня либо вот это, либо вот это будет вычисляться, а вторая не будет вычисляться. То есть либо та вычислится, либо та, чтобы вернулся результат. Функциональный стиль, который позволяет красиво и вполне понятно написать. Правда, читаемо, да? Читабельно вполне. Так, что у нас осталось? Осталось быстрое возведение в степень и ханойские башни. Мы это сделаем быстро. Ну что же, пора прощаться с дедом и бабой. Давайте попробуем классическое возведение в степень сейчас переделать под рекурсию. Ну мы все заголовок сейчас напополам поделим. Быстрое возведение в степень. Быстрое возведение в степень. Сейчас, одну секундочку. Так, обычное возведение в степень. Рассуждаем вначале. Это что такое? Это а умноженное на а, умноженное на а и так далее. n раз. Как мы это можем реализовать? При помощи цикла очень просто. Мы говорим, давайте возьмем первый а нулевой, равный единице, а потом, соответственно, n раз домножаем на а в цикле. И еще домножить, и еще домножить. А теперь давайте попробуем рассуждать рекуррентно. Рекуррентное рассуждение. Я говорю, а в степени n равно а в степени n в минус первом, умноженное на а. О, вот это дает мне идею, как свести задачу вычисления к степени к задаче вычисления меньшей степени. Правда, опять же, не забывайте, это я считаю, что n положительное. Понимаете? Если n отрицательное, то я в данном случае ухудшаю задачу. Понимаете? А если n не целая? Целая. Задача быстрого возведения в степень решается именно только для целой степени. Для нецелой это уже будет совершенно другая песня. Дискретно сейчас разбираем. n целое число. И крайний случай, если n целое, то мы действительно остановимся в крайнем случае на а в степени 0. А в степени 0, это у нас 1. Я сейчас исключаю ситуацию, что а равно 0. Если а равно 0, я буду assert, например, делать. Но сейчас я 2 даже не буду делать. Ради краткости. Теперь формализуем сильнее. Мне надо как-то назвать мою функцию. Потому что я должен функционально ее теперь вызывать. Давайте назову ее power. В смысле от слова power. А, power. Итак, power от а, n. Чему равно? Так, я что-то или высоковато начал, или мне надо там подстереть слегка. Давайте я крайний случай выше перенесу. Итак, у меня распадается на два этих случая. Оно либо равно 1, если n равно 0. или оно равно пау от а, запятая n минус 1, умноженное на а, где n, соответственно, больше нуля. Все ясно, да? И реализация этого дела тоже легка, красиво и понятна. Поехали, реализуем. Так. d в пау. Соответственно, а. Причем, обратите внимание, как раз а вполне допустимо, как флот число. Я сейчас так и напишу в комментарии, что а у меня флот. а этот, n int. Итак, что я делаю? Я обрабатываю в начале крайний случай. Я говорю, если у меня n равно равно 0, в этом случае return, что 1. Еще раз говорю, не рассматриваю, что а равно 0. И n отрицательно. Не рассматриваю. Иначе, else, что я делаю? Ну, иначе я должен, соответственно, свести к вот просто а и n минус 1. Да, это очень просто. Это return, соответственно, пау от а, запятая n минус 1, умноженное на а. А дальше вопрос. Вот, например, я хочу вычислить число а в степени 1000. Во-первых, быстрым возведением степени тут не пахнет. Все абсолютно так же, как и с циклом. То есть мне реально придется тысячу раз домножать, домножать. Ну, просто оформил это рекуррентно, и все. В чем же фишка-то? А теперь фишка. Есть секретный ходик. Оказывается, я сейчас математику тут слегка под... Попишу тут еще математику. Это понятно. А представьте себе, что у меня степень n оказалась четной. То есть а равно в степени... Ну, n... Я не хочу сейчас писать 2n. Я хочу, чтобы оно было четной просто. Давайте k напишу. Вот 2k. А n равно, собственно, 2k. Понятно? Так вот. Что в этом случае? Тогда это то же самое, что а в квадрате в степени k. Правда? Возвести а в квадрат — это один раз а умножить на а. А представьте себе, если 2k — это было какое-нибудь число, там, 1024. То есть степень за один раз, вот за то, что я а изменю на а в квадрат, я степень сразу пониже в два раза. Вместо того, чтобы по единичке уменьшать степень. Это очень быстро и удобно. Ну, у меня при этом надо понимать, что на самом деле у меня 2k — это n. То есть это дело надо заменить на а в степени n равно а в квадрате на n пополам. Причем с учетом, что n пополам делится на целое. Да, это целочисленное деление. Давайте же рассмотрим этот случай. Я добавлю вот этот вот быстрый подход. Причем я его добавлю сейчас как бы первым. То есть если, ну не то, что первым, ну короче, для всех четных степеней я буду делать именно так. А если степень нечетная, то я ее как раз на единичку понижаю. То есть получается, что в худшем случае каждое второе понижение степени приводит к четному. Понимаете? То есть каждая вторая операция, она будет уменьшать степень в два раза. То есть она действительно будет всегда быстро. А не то, чтобы у меня там оно задерживалось и минус единичками долго шло. Поехали. То есть я сейчас модифицирую формализацию, добавляю сюда следующее. Я говорю, пау для а умноженного на а, ну или а в квадрате. Я же в питоне, в питоне есть возведение степени, я могу так написать. Неважно, а умноженное на а или а в квадрате. Запятая n разделить на целое на 2. Ну, правда, я, конечно же, должен при этом проверить, что n, собственно, четное число. Где у меня n? Где я работаю? Тут я работаю. Нет? Вот тут я работаю. Что n, собственно, четное число. А здесь я оставляю для n нечетных чисел. А здесь, говорю, n четное. Понятно? То есть я вот здесь модифицирую код функции следующим образом. Говорю, def, pao. Вот здесь вместо else появляется элив. Я говорю, это ситуация для нечетных, когда n процент 2 равно единице. Я вот прям подчеркнул здесь вот. Нечетный. Вот для нечетных я действую по старинке. Я по старинке понижаю степень. А вот else, это значит у нас, соответственно, четная степень. То есть призраком здесь является то, что n четное автоматически. Причем не равной нулю. Так вот, в этом случае я говорю, return pao от a в квадрате и n пополам. Но нацело, чтобы число не перестало быть int. Здорово. Такая мелочь о скорости вычисления степени от... Ну какая скорость у нас вычисления степени? Количество умножений пропорционально степени. То есть o от n. А тут у нас получается логарифмическое. То есть оно логарифмически станет быстро. Логарифм в основании 2 от n. То есть, например, для 1024 степень будет понижаться за 10 итераций вместо 1000. Понимаете? А чем еще большей степень, если она будет умопомрачительной, какими-то миллиардами, а в степени миллиардами, то она будет, ну можно прикинуть, сколько будет, посчитать, сколько миллиард. Это 1000 на 1000 на 1000. 10 в девятой. То есть 2 в тридцатой. 30 итераций. Ну не итерации этих вызовов. Ну в общем, алгоритмы рулят. Понимаете? Мы всего лишь узнали рекурсию. Ну что? У нас с вами осталось 4 минуты. Ханойские башни? Есть такая загадка. Я раньше думал, что это исключительно математическая задачка, пока не увидел в магазине Икея для детей такие пирамидки продаются. Там 3 башни, то есть такие вот 3 штучки, и на них, собственно, блинчики. Но там они разные. Вот я сейчас буду считать, что ребенок потерял все блинчики, и остались только вот на этом. Пирамидка детская, соответственно. И он перекладывает блинчики. И вот правило следующее. Мне нужно переложить вот эти блинчики. Причем по одному нельзя хвататься сразу за два. Называется задачка о ханойских башнях. Или просто ханойские башни. Так вот задача следующая. Мне нужно переложить с первого столбца на второй всю эту пирамидку. При этом, во-первых, нельзя сразу по два хватать, а второе, нельзя допускать, чтобы блинчик большего диаметра лежал на блинчике меньшего диаметра. Вот так вот нельзя. Логика понятна? Но сутом можно пользоваться третьим столбиком, как временным хранилищиком дополнительных блинчиков. Итак, что мы будем делать? Мы подойдем... Задачка эта является головоломкой. И можно забавляться, скачать себе на телефон и поиграться в ханойские башни, попытаться попереставлять. Честно вам скажу, непросто это делать. Даже зная, как это делать, не очень просто. Так вот, я могу рассматривать следующим образом. Представьте себе, что я сейчас хочу свести задачу к уже решенной. Допустим, я уже умею перекладывать пирамидку размера 1. Ну это же просто делать. Пирамидку размера 1 с одного блинчика взял и переложил. Все. Да? Это крайний случай. Ясно? Держим в уме крайний. Некогда его рисовать. Я рисую рекуррентный. Итак, значит, у меня три столбика. И у меня на некотором, не обязательно на первом, потому что мне придется это обобщить. На некотором катом столбике лежит сейчас блин размера... А давайте, катый и итый. На катом столбике лежит блин размера n. Блин размера n. Над этим блином размера n возвышается, я ее таким треугольником нарисую, пирамида, состоящая из n минус одного блина. Из n минус одного блина. Я умею такую пирамиду перекладывать. Ну или, скажем так, попрошу друга. Но эта задача перекладывания такой пирамиды проще, чем перекладывание пирамиды размера n. Я говорю, друг дорогой, я прошу тебя, переложи, пожалуйста, на временный столбик, на третий, у которого номер будет tmp. Кстати, легко сообразить, что у меня k плюс i плюс tmp, то есть номера столбцов, с которого на который и временный, дают в сумме 1 плюс 2 плюс 3. Но они же всегда разные, правда? Я же не перекладываю с одного на тот же самый. Поэтому у меня сумма 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Поэтому k плюс i плюс tmp равно 6. И я могу всегда, зная столбец, с которого и на который, вычислить временный столбец. Он равен 6 минус k минус i. И эта логика понятна? Простенькая дискретная математика, вот просто сообразить, как нам вычислить временный столбец. Дальше я говорю, друг дорогой, переложи мне вот сюда. Друг дорогой переложил мне мой подмастерье, переложил мне пирамидку размера n минус 1 вот сюда. У меня лежит вот тут вот блин размера n, вот этот вот блин размера n. И я беру его один и торжественно перекладываю с к этого столбца на и ты столбец. После чего я говорю, друг дорогой, а теперь снова ты помоги мне. А именно, пожалуйста, вот тут у меня уже лежит на нужном столбце мой блин. А ты возьми, пожалуйста, пирамиду размера n минус 1 и поставь ее сверху с временного столбца на мой целевой столбец i. Ясно? То есть если я умею перекладывать пирамиду чуть-чуть меньшего размера, то я умею перекладывать пирамиду чуть большего соответственно. Делается это так. На временной сбросили ее, передвинули большой блин туда и вернули обратно эту пирамиду n минус 1 размера. Значит, у нас времени под реализацию, по-моему, уже нет. Я не буду сегодня вас задерживать. Давайте мы закончим. Реализация не сложна, она похожа на матрешку. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.